Но для того, чтобы она была персональной, нужно сделать с этой лепешки при помощи вилочки, что любую фигуру. Персональную лепешку вместе с маленькими посетителями мастер-класса вылепил Рустам Милиханов. Казалось бы, почему в музее писателя Горького и певца Шаляпина пекут хлеб? Еще на этапе проекта реконструкции решили развивать инфраструктуру. Нам очень хотелось, чтобы у нас было музейное кафе, потому что это удобно, это необычно, это всегда привлекает посетителей. И фишка нашего кафе не только в том, что она называется трактиру Горького, а еще в том, что там подаются блюда, кстати, достаточно недорогие по среднему чеку, блюда, которые связаны с традиционной кухней татарской и русской. Трактир помог оживить и еще одну фишку музея. В пекарне, где Алексей Пешко в конце 19 века работал подручным пекарем, после реконструкции не только сохранен и воссоздан прежний интерьер, но и снова пахнет хлебом. Сегодня в фондах теперь уже объединенного музея 40 тысяч экспонатов, связанных с Горьким и 4 тысячи с Шаляпиным. По словам работников, двойное название не перемена, а скорее восстановление исторической справедливости. А вот само помещение действительно преобразилось. Президент был здесь 6 лет назад, тогда и решил выделить на реконструкцию около 100 миллионов рублей. У нас падали потолки, и они там стояли, вот эти подпорки, бревна спирали наши потолки, и он это все увидел. И вот благодаря президенту мы сегодня имеем вот это отремонтированное, отреставрированное здание. Сегодня в музее стартовали горьковские чтения на конференции представителей музея писателя в Нижнем Новгороде. Кстати, и там часть экспозиции посвящена Федору Шаляпину. Рина Зинатульна, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова